Друзья, привет! Меня зовут Эрик Шоков, и сейчас мы поставим прогнозы на Легенд Стейдж вместе с Зонером. Привет! Здарова! Ты готов? Абсолютно да. Вот и все, поехали. Как у нас, кстати, в прошлый раз сыграло? Слушай, монета уже обновилась, мы получили серебряную, это прекрасно. Все, задачи выполнено. Кстати, за выполненные ачивки мы получаем жетоны. Я сейчас выберу этап президентов, Демираж, нужно брать им на Демираж. Какой матч возьмем, интересненький? Давайте, где я играл в Моносе. Давайте вот этот матч. Получить сувенир за этот матч. Получить сувенир. Еще раз, еще раз, еще раз. Вы можете проделать то же самое, что получить вот такие вот интересные сувениры. Давайте попробуем. Здесь авик стоит около 5000 долларов, наверное. Я не знаю, ценник, но он очень дорогой. Диггл тоже должен плюс-минус что-то стоить. Ну, самое интересное начинается, конечно же, здесь с этого USP. Так, ну давайте пробовать. Так, первый у нас есть. Он мимо. Antwerp 2022. Опять я не попал на мажор, это просто трэш. Так, третий контейнер. Мимо. И давайте четвертый откроем. Несмотря. Буду смотреть на вас. Окей. Вот же мы получим, если откроем. Поэтому не открывайте, лучше продайте. Поэтому убедительная просьба. Заработайте лучше, чем испытайте такую бесполезную удачу. Сейчас такая должна быть. Но самое главное, смотри, какой у нас ряд красивых зеленых прогнозов. Ошибка была только с Астралис. Но они подвели по-настоящему. С такой игрой нужен дизмант. Ну, согласен. А он и будет скоро. Смотри, мы сделали огромнейшую ошибку в прошлом выпуске, поставив Энс 3-0. Могли бы сделать по-настоящему 7 прогнозов правильных, если бы они бы спустились вниз. В общем, какая была ошибка? Нельзя ставить фаворитов на 3-0. Это правило у меня было в прошлых прогнозах. Я не знаю, почему. Ну, пиксель так уверенно Энс. Ну, хотели по-вое, по-вое. А монголы, как они выиграли? Они вроде две игры выиграли, да? Одну, одну. Одну? По-вое ренегейцы. Помнишь, я говорил, две супер-такие команды, которые 0-3, это ренегейцы или монголы. И они между собой встретились. Ну, да. Это просто рулет. Так, ну и по сути. Сейчас у нас легенд стоит. Правила такие же. Нужно выбрать всего лишь 5 верных прогнозов на этот этап легенд. И я уверен, что мы пройдем дальше. Ну, просто уверен. Тут уже вопрос, насколько будет много правильных выборов. Смотри, я верю в то, что Cloud9 выиграет весь мажор. Почему-то я верю в эту компанию. Они достойны, наконец-то, добиться этого. Ты со мной согласен? Я еще в начале РМР интервью, помню, тоже давал, что я болею за Cloud9. И у них есть сейчас все шансы. Финал они точно, думаю, пройдут. Полуфинал-финал. А там уже, я думаю, они уже закаленные, ребят. Должны побеждать. Я тоже не верю. Я бы сделал большую ошибку, если я бы оставил бы так. Cloud9 точно пройдут, и я их ставлю сюда. Это точно один балл. Если они не пройдут дальше, то я разыграю тысячу премок на Сайбер-шоке. Тысячу лайт премок на Сайбер-шоке разыграю, если Cloud9 не пройдут легенд стейдж. А я тогда бреюсь на осы. Так, подожди, ты обещал побриться на лосо, если прошли бутрии СНГ, но прошли две, да? Прошли две, видишь? Все нормально. Пока не бреюсь, видишь? Ты смотрел на матч Force с волнением? Ну вот, Force не прошли. Опять не бреюсь. Опять вывернулся. Так, ну, понятное дело, Face они пройдут 100%. Na'Vi. Na'Vi. G2. G2. Vitality. Vitality. Heroic. Обязательно ставь. Heroic ставить? Конечно, это фавориты, это не из фаворитов. Хорошо, и смотри, у нас остается один слот. Учитывая Копенгаген, Биг, у нас хорошие команды остаются. Ense, Ense ставь. Ense? Конечно. Получается, Cloud, Face, Na'Vi. Мы сейчас сделали самый очевидный, самый примитивный бикинг. Ну а ты что хотел? Мы же за медальку. Мы за медальку потеем. Вот. Ну, давай посмотрим просто так. Heroic против Liquid. Мы сейчас рассуждали насчет этого матча. Я сказал, что Liquid'а точно проиграют. Но Zoner привел очень хороший аргумент. Liquid играли 0-2. С этим счетом вышли в Legend Stage. Они сейчас на морале. Они за этими компьютерами сидели уже там 4 дня. Ну, только моралька, да. Смотри, они уже здесь находятся на мажоре дней 10. Вот эти команды, которые в Легендах, они только дня 3-4 назад прибыли на место. Они уже там сыграли 5 игр. Там из них 3 BO3. Три штуки BO3. Они уже привыкли к этим компьютерам, привыкли к этих местам. И прикинь, приезжает команда, которая, знаешь, так не разморожена. Первый раз приехала на турнир. И может все, что угодно произойти. Тем более, это BO1. Так что здесь чуть-чуть даже фавориты Liquid могут еще наказать. Какая здесь команда самая слабая по уровню? О ШЛТВ. Империал. Потом Bad New Eagles идет. Ну, да. Spirit и Peak. Империал могут еще, конечно, показать. Но я бы, наверное, ставочку здесь уже BNE, наверное, поставил на 0-3. Блин, грустно, конечно, мне это делать. И на самом деле я в них плюс-минус верю. Ну, все мы когда-то во что-то верим. Но придется рано или поздно. Ну, я верю в том случае, что они просто одну катку возьмут. Ну, здесь, знаешь, Империал могут... Не, могут одну такую катку. Учитывая, что у нас внизу есть 7 фаворитов, рисковать можно. Поэтому тут можно просто по приколу поставить 3-0 либо 0-3. Знаешь, по приколу я бы себе поставил по большей части. Что? Ну, говорю, 3-0, аутсайдерс. Аутсайдерс. И 0-3, BNE. Аутсайдерс. Ну, что ВП... ВП... Мы, в принципе, их не взяли в топ-7. Наши команды. А ВП вот спокойненько могут так... Последний такой рывок сделать. И доказать им. Так первый матч ВП против Cloud9. Вот в Cloud9 могут и проиграть. И что? Вот то же самое. Эффект такой. Сколько уже ВП? 5 игр сыграли. Cloud9 там уже 3-4 дня находится только на мажоре. Это был один полный рандом. 50 на 50. Ладно. Если мы учитываем, что это не особо нужно, потому что у нас внизу фаворитов. Это не особо нужно, да. Я поставлю ВП. Поддержим. У нас остается НИП, Спирит, Империал, Ликвид и Копенгаген плюс Фурия. НИП что-то в серединке застряли. Беги. Но, знаешь, они-то в серединке застряли, но в топе они не так далеко. А где они вообще в топе? А, вот они. Топ-8. В общем, у нас прогноз. У нас прогноз, что вот именно внизу, который 7 команд, 6 точно сыграет. Слушай, а вот эти 3-0-0-3, ну, да, можно проиграть. Ну, мы что медальку, цель медальку получить. Я тоже хочу медальку получить. Так что, в принципе, здесь, знаешь, просто очевидность. Ладно, ребятки. Ну, я думаю, можно заканчивать с этим. Правильно? Да. Все, красивенько. Все, в прошлом ролике забыл нажать на «Сделать прогнозы». Сейчас я нажму. Это будет круто. Это будет круто. Я думаю, 6, это точно, и следующий тур переносимся. Это правда.